Спасибо. Несколько месяцев назад Раф пригласил всех в Найбарух на конгресс. Все, кто сюда приехали, у них был непростой выбор, приезжать или нет, потому что год не было. В прошлом году я три раза приезжал, а тут год. А с другой стороны, безопасность. И те, кто приехали и приедут, они сделали этот выбор, они приехали. А как раз вот незадолго, несколько недель назад, был такой период, когда на уроках было выяснение, ехать или не ехать, потому что было непонятно из ответов учителя, когда сказали, что конгресс будет в своих десятках. То есть появилась опять эта неопределенность, зона выбора. И обычно же есть какая-то линейка, чтобы выбрать. А тут непонятно было, ехать или нет. И я звонил товарищу Найбаруху знать, чтобы это не было решение на основании моих каких-то расчетов. Я звонил товарищу Найбаруху, я узнавал, так в итоге приезжать или оставаться на месте в десятке. Ответ был, что это ваш выбор. Мы это тоже преодолели, приехали. Сейчас мы какую-то третью границу подошли к ней. У меня абсолютно нет претензий. Найбарух, Творец постоянно все меняет. И я знаю, что мы с вами пройдем все до конца. Я в этом уверен. У меня вопрос не по технической части. Я хочу только от вас услышать, что вы ждете от нас. Мы все это сделаем. Что вы от нас ждете? Не знаю, как спросить. Вот над чем сейчас мы должны подняться, отмениться? То есть в чем сейчас вот этот внутренний враг, змей? То есть как очистить вот всю эту важность фигни? Вот это как-то плевло, да? И до сути, дойти вместе с вами, идти. Вот как вы, помните, я вас спросил, что делать, когда страшно? И вы сказали, закрой глаза и прыгай в объединение. Вот что сейчас, где эта точка, куда прыгать? Ну, в принципе, пожелание такое, оно относится и к сегодняшнему нашему состоянию. Не может быть никакого следующего шага, если человек не понимает, что он шагает в неизвестное. Поэтому у нас нет другого пути. И я этого не скрываю, да и как тут можно скрывать? Вы видите, в каком мире мы живем. Это все непросто. Мы можем, с одной стороны, негодовать на то, что Творец нам подставляет такие события. А с другой стороны, надо все равно идти выше знания. И тогда мы все преодолеем. Можно, много лет назад, я помню, был конгресс, на котором... А, кстати, это был не один конгресс. Это систематически происходит, когда Раф видит раз и новое состояние. Я не знаю, что вы видите, но... И я помню, вы как-то много лет назад вообще мужчин выгнали на улицу, сказали... Я своими словами скажу. Это было вне программы. Идите, объединяйтесь. Ну, грубо говоря, не возвращайтесь, пока не объединитесь. Это было не по графику, не по расписанию. То есть... Все может поменяться и на конгрессе. Мой вопрос... Вот куда мы сейчас закрываем глаза, прыгаем? Куда нам сейчас прыгнуть? Только лишь в центр объединения. Если мы уже действительно прыгаем в самый центр объединения, то еще в полете мы увидим, как нас там встречает Творец. То есть неважно, на крыше мы будем, в пустыне, пойдет дождь раз в 150 лет, виртуально, физически. Это неважно.